Когда на кону стоит человеческая жизнь, счет идет на минуты. Но как успеть, если лифт не работает, а тот, кому нужна помощь, находится на 20 этаже? Ответ на этот вопрос знают спасатели МЧС. Самые быстрые и выносливые съехались на областной этап соревнований по скоростному подъему высотной здании среди подразделений Брестского региона. Данное соревнование проводится, как традиция, не первый год. Значит, это областной уровень, на котором представлены порядка четырех команд. Это самые наши передовые гарнизоны Брест, Пинской, Барановичи. И пожарный отряд специального назначения, так называемый ПАСО. Этап, он предполагает собой, сами соревнования, преодоление сложностей. Сложности будут заключаться в том, что есть высотные здания, как правило, они вот в этих центрах и находятся. И требуют от себя очень большой нагрузки. Подняться на 20 этаж не просто даже налегке. Задача усложняется в десятки раз, если на тебе снаряжение весом в 40 килограмм. Чего стоит только один вот этот аппарат на сжатом воздухе. Помимо этого есть еще бутсы, а также специальный топор. Чем выше, тем тяжелее дышать и двигаться, признаются спасатели. Ножа тянет вниз, сердце бешено стучит, а ноги отказываются идти. Даже подъем на лифте на 20 этаж занимает без малого две минуты. Но те, кто хотят пройти на республиканский этап, должны сделать это гораздо быстрее. Мы учимся, чтобы в нужный момент помочь людям. Также практический навык здесь очень важен. Не так просто доставить воду на 20-й, на 19 этаж. Это все требует практики. В этих соревнованиях отрабатываем именно силовое и выносливое качество. Виталий Митрошин из Барановича и уже 12 лет на службе. За это время в каких только ситуациях не приходилось работать. На его счету 4 спасенных жизни. Он не только регулярно принимает участие в профессиональных соревнованиях, а еще и мастер спорта по легкой атлетике. Но даже ему пришлось нелегко. Сказали минуту 34. До этого я бежал самобыстро, минута 41. То есть как бы удивлен. Потому что на 15 этаже уже казалось, что уже надо, чтобы не нес кто-нибудь, а не сам побежишь. Соревнования – это контроль, грубо говоря, как могут сотрудники. А человеческие жизни – это в первую очередь. Все команды выложились по полной. Ну а победителем стал Пинский гора и отдел по чрезвычайным ситуациям. К слову, на республиканском этапе соревнований, которые проходят в столице, в прошлом году участникам пришлось покорять уже не 20, а 24-этажный дом за то же время.